МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Калейдоскоп. Меня зовут Мария Лапчева. Сегодня у нас в гостях Елена Росса, директор культурного Красковского центра. И говорить, конечно, мы будем о культуре. Елена, здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Спасибо, что вы пришли к нам, нашли время. Давайте начнем сначала. Как вы оказались в сфере культуры? Мечтали об этом с детства или это случайно получилось? В сфере культуры я уже более 20 лет. Я бы сказала, что это передалось по наследству. Моя мама работает в сфере культуры Люберецкого района уже почти что 45 лет. А кем, если не секрет? Она тоже работала и директором культурного центра, и возглавляла отдел культуры в администрации городского поселения Краскова. То есть вы выбрали профессию, можно сказать, с детства, да? Да, можно сказать, что выбрала профессию с детства. И учились на это? Что-то заканчивали, связанное с культурой? Или у вас другое образование? Первое мое образование – это Государственный университет управления. И второе образование – это, конечно, уже связано с культурой Московский государственный университет культуры и искусств. Понятно. А как стали директором? Вот вы такая молодая, уже директор. Расскажите, поделитесь секретом успеха. Директором я работаю уже с 98-го года. Так что тоже скоро буду отмечать 20-летний юбилей, как и наш культурный центр. Так получилось, что пришла работать сначала в комитет по культуре, потом перешла работать в культурный центр, работала и заведующей культмассовым сектором, и потом стала директором. Здорово. А ваш центр как раз недавно отметил 20-летний юбилей, да? Да, наш центр недавно отметил юбилей. Расскажите немного, что было, как отмечали? В прошлом году наш культурный центр отметил 20-летний юбилей. Праздник этот мы отметили, я бы сказала, широко и по-особенному в два этапа. В сентябре у нас состоялось торжественное открытие 20-го творческого сезона. Праздник открылся большим флешмобом лучших хореографических коллективов культурного центра. Далее на площадке у культурного центра впервые прошел парад наших артистов. По красной дорожке прошли лучшие руководители и творческие коллективы культурного центра вместе с почетными гостями. Открыл парад глава городского округа Люберцы Владимир Петрович Ружицкий. Здорово. Ну а завершилось это мероприятие большим праздничным концертом, который мы назвали «Перезагрузка 2.0». Наши коллективы показали свои замечательные лучшие номера. Много их у вас в коллективах? Да, коллективов у нас много. На сегодня у нас занимается 38 клубных формирований. Ого. А это вот давно уже так много? Или вот постепенно к этому приходили? Или как-то разом вот все случилось? Нет, конечно, приходили к этому постепенно. Начинали. У нас было всего три клубных формирования. Сейчас это уже 38. И планируем открытие новых. Да, интересно. На этом не останавливаемся. А вот центр существует 20 лет. Вот что было вначале? Вот вы знаете примерно? Наш культурный центр создан в 97-м году. Это время было перестройки, когда учреждения начинали работать в новых условиях. Открывалась возможность использовать новые формы работы. На тот период в Красково не было ни одного учреждения культуры. Жителям, особенно детям и молодежи, негде было проводить свой досуг. Поэтому открытие нового культурного центра было очень актуально на тот момент. Ну, сложно, наверное. Конечно, было нелегко. И работа начиналась практически с нуля. Не было ни помещений, ни профессиональных кадров, ни материально-технической базы. Но было стремление создать в Красково очаг культуры. И постепенно все трудности мы преодолели. Был проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение культурного центра. Постепенно стали приходить дети, молодежь, кружки. И потянулись взрослые на наши мероприятия. И так пошла работа. Здорово. Ну, а вот к 20-летнему рубежу с чем пришел центр? Ну, какие-то основные достижения, может быть, последних лет? Ну, или для вас особенно важны, как для руководителя? 20 лет, конечно, возраст, я бы сказала, совсем юный. Но, несмотря на это, уже много сделано. Культурный центр стал настоящим храмом культуры. Наполненный теплом, уютом, красотой и добротой. Здесь рады каждому, кто переступает его порог. Здесь тех встречают с улыбкой и добротой. С каждым годом желающих посещать наш культурный центр становится все больше и больше. Заниматься в наших творческих коллективах престижно. Быть работником культурного центра почетно. Здорово. Ну, а что вы можете все-таки предложить людям? Вот, придя в ваш культурный центр, что человек получает? На сегодняшний день Красковский культурный центр – это современное, интенсивно развивающееся учреждение культуры. И в настоящее время является одним из лучших учреждений культуры не только городского округа Люберцы, но и Московской области. Интересно. Это особая среда, которая предоставляет широкие возможности для развития и для досуга детей и взрослых. Ну, например, вот поконкретнее, что есть? Культурный центр проводит разнообразную работу практически по всем направлениям досуга. Около 80 тысяч красковчан и гостей ежегодно посещают мероприятия культурного центра. Получают возможность приобщиться искусству, посмотреть наших самодеятельных и профессиональных артистов. Сцена Красковского культурного центра часто становится площадкой, на которой проводятся праздники, фестивали, конкурсы, концерты, как поселкового, так и окружного и областного уровня. Даже областного уровня, да? Да. Немало знаменитых людей, известных, популярных артистов посетило стены Красковского культурного центра и подарило радость общения нашим жителям. Ну, а получается, вот мероприятия, да, как часто проходят? Это какие-то концерты, посвященные какому-то празднику? Или это какие-то спектакли? Что вот конкретное? Ежегодно в Красковском культурном центре проходит более 200 культурно-досуговых мероприятий. Уже стало традиционным проведение таких праздников, как Русская Масленица, День Защитника Отечества, Международный День Защиты Детей, Международный Женский День, День Победы, День городского округа Люберцы, Новый Год и Рождество. Ну вот, кстати, о Масленице. Вот все-таки Масленичная неделя стартовала. Что приготовили для Люберчан, для Красковчан? Для Люберчан вообще в городском округе подготовлена обширнейшая программа, а конкретно в Красково у нас будет три уличные площадки. Одна центральная, это в Сквере Победы, и еще две в Марусино и у Красковского культурного центра. В субботу и воскресенье у нас пройдут большие анимационные программы, будет концерт наших творческих коллективов и коллективов вообще городского округа Люберцы. Блинами кормить будете? Конечно, обязательно предусмотрены и блины, много конкурсов, хороводы, песни, мастер-классы по изготовлению куклы Масленица. И, конечно, в финале праздника будет по традиции сжигание чучела Масленицы. Отлично. Скажите, пожалуйста, а вот с каждым годом много людей к вам приходит? Вообще, вот если говорить об уровне культурном, сейчас же очень много проблем у людей и безработицы, и где-то нехватка денег. Находят силы и время на культуру люди? Да, я бы сказала, что наши горожане очень активны и активно участвуют и в наших мероприятиях, и посещают очень активно наши творческие коллективы, студии, спортивные секции. В нашем зале практически на каждом мероприятии полный аншлаг. Для нас всегда это очень приятно. Ну, немножко, конечно, слабее, я бы сказала, с платными мероприятиями. Здесь, наверное, сказывается все-таки немножко кризис. Но мы надеемся, что и на этих мероприятиях у нас будет много зрителей. То есть, получается, платные мероприятия немножко проседают. А бесплатных у вас много мероприятий? Большинство мероприятий проводятся на бесплатной основе, поэтому... Понятно. А скажите, вот дети у вас занимаются, да? Давайте про детей поговорим. Зачем ребенку вообще это нужно? Вот как вы считаете? Для чего? Для чего сюда приходят дети? Их родители приводят? Или они все-таки сами хотят? Кого-то приводят родители. Я думаю, многие хотят и сами заниматься. И для детей занятием творчества это очень важно, поскольку это позволяет личности гармонично, всесторонне развиваться. Наши высокопрофессиональные руководители творческих коллективов помогают ребенку раскрыть свой талант, раскрыть потенциал и полюбить вообще творчество. Все это бесплатно для детей? Занятия в наших коллективах проводятся как на бесплатной, так и на платной основе. 38 клубных формирований, из них всего 18 на платной основе. А что за формирования? Расскажите мне, пожалуйста, ну вот что это, театральные какие-то кружки или что это? Да, у нас представлены абсолютно разные жанры. Это и вокал, и музыка, и хореография, и театр, изобразительное, и декоративно-прикладное искусство, и общее развитие, и спорт. То есть каждый может найти занятие по душе. Ну, центр огромный, направлений много, работа ведется бешеная. Как вам, такой хрупкой девушке, удается им руководить? Трудно? Ну, трудности бывают, конечно, но у нас очень замечательный, сплоченный коллектив, поэтому в таком коллективе одно удовольствие работать. Наш девиз – один за всех и все за одного. И я думаю, это залог нашего успеха. А коллектив из кого состоит? В основном люди, кто у истоков стоял, или все-таки молодая кровь присутствует тоже? У нас смешанный коллектив. Есть сотрудники, которые работают у нас со дня основания культурного центра, но очень много и перспективной молодежи, которые сейчас учатся в высших учебных заведениях культуры и искусства, а некоторые уже закончили и продолжают набираться опыта у нас в культурном центре. То есть недостатка в кадрах у вас нет? Или все-таки… Нет, ну, конечно, специалисты, высокопрофессиональные специалисты по нашим направлениям, театральное и хореографическое, конечно, потребность всегда есть. А как вот вы все-таки совмещаете творчество, да, и какую-то административную работу? Ведь это творчество порой не укладывается, да, в какие-то административные рамки? Ну, конечно, больше приходится заниматься административной работой, но по образованию я режиссер, естественно, мне нравится заниматься творчеством, поэтому уделяю внимание этому. Сначала мы готовим мероприятие, обязательно я под контролем, держу все моменты, а уже после того, как мероприятие прошло, конечно, прорабатываем, учитываем и пожелания наших посетителей. А как вы учитываете пожелания? Вам куда-то написать можно? Или вот… Да, конечно, у нас всегда открыта связь, мы проводим постоянно с посетителями открытые встречи. Елена, спасибо, мы продолжим буквально через минутку, выйдем на рекламу. Вы смотрите программу «Калейдоскоп», никуда не уходите, мы продолжим буквально через минуту. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Калейдоскоп», с вами Мария Лапчева. Сегодня у нас в гостях Елена Росса, директор Красковского культурного центра, и мы продолжаем. Елена, мы остановились на том, как к вам можно обратиться с какими-то пожеланиями жителям. Вот расскажите об этом немного. Свои пожелания можно направить и на нашу электронную почту, и в Инстаграм, и в социальных сетях. Мы часто проводим открытые встречи с посетителями, чтобы узнать пожелания, мнения и направления дальнейшей нашей работы. А какие в основном пожелания и мнения? Чем-то недовольны бывают люди или они что-то хотят еще видеть? Конечно, хотят видеть какие-то конкретные концертные программы или хотят какого-то определенного направления кружки, секции. И мы стараемся угодить, естественно, открываем что-то новое и как-то преобразуем наши программы, усовершенствуем, применяем новые формы работы. Ну вот, например, из последнего, не вспомните так? Потому что вы говорите, у вас столько много всего, да, и спорт, и что еще можно открыть? Ну вот, допустим, совсем скоро мы планируем открыть новый клуб «Малыш и мама». Здесь вместе с мамами малыши смогут получить развитие, общение. Ну а для мам это тоже очень полезно, немножко оторваться от дома и обсудить какие-то наболевшие проблемы и поделиться опытом. Это очень здорово, да. Давайте тогда поговорим еще о ваших коллективах более подробнее. Расскажите, пожалуйста, о них. Вы сказали 38 коллективов. Да, на сегодня у нас работает 38 клубных формирований, разнообразных по своему жанру и направлениям. В настоящее время различными видами творчества в наших коллективах занимается 910 человек абсолютно разного возраста. Это и дети, и взрослые. Творческие коллективы культурного центра ведут очень активную концертную и фестивальную деятельность. Четыре наших коллектива имеют почетное звание «Народный и образцовый коллектив». Это народный коллектив «Хор русской песни», руководитель заслуженной работник культуры Московской области Александр Максимов. Образцовый хореографический ансамбль «Волшебная страна», руководитель Людмила Бусыгина. Образцовый хореографический ансамбль «Джем», руководитель Елена Фомина. И образцовый вокальный ансамбль «Нотка», руководитель Зульфия Мамедова. Это гордость Красковского культурного центра, коллективы, которые достойно представляют наш городской округ на различных фестивалях, конкурсах, всегда занимая гран-при и первые места на фестивалях регионального, областного, всероссийского и международного уровней. А коллективы молодые эти? Коллективы «Народный хор русской песни» работает у нас со дня основания культурного центра. А остальные коллективы отметили свой 15-летний юбилей. Достаточно давно все у нас работают, да. Здорово. А какие-то коллективы театральные? Да, у нас представлен этот жанр. У нас работает театральная православная студия «Преображение». Это для молодежи в основном. А также театральная студия для детей «Малыш-актер». А вот вообще к вам в основном молодежь приходит все-таки или люди постарше тоже? У нас зрители… Какой разброс возраста? Возрастная категория у нас разная. Не-не, я имею в виду в коллективах кто вы? И в коллективах у нас занимаются и дети от 3 лет, и взрослые до 80. У нас неограниченный возраст. Здорово. А как вам можно попасть? То есть, допустим, только осенью прием начинается? Или вот как стать частью вашей команды? Конечно, основной набор в нашей коллективе проходит в августе и в сентябре. Но для того, чтобы записаться в коллектив, достаточно зайти к нам на сайт, и это можно сделать онлайн. Или вы можете прийти сами в культурный центр в любое время. То есть у нас ограничений никаких нет. А человек должен быть талантлив? Или он просто очень хочет научиться чему-то? Конечно. Главное желание научиться. А талант, он может и потом раскрыться. Здорово. А вот все-таки много коллективов, да? Это, соответственно, много людей. И помещение у вас достаточно большое, да? Хватает ли на все финансирование? И откуда вообще вы берете средства, чтобы руководить центром? Финансы, конечно, их всегда не хватает. Ну да. Но я должна отметить, что наш культурный центр всегда финансировался очень на достаточно хорошем уровне. И поэтому за 20 лет мы смогли достигнуть такого высокого уровня. И здесь мне хочется, конечно, слова благодарности выразить администрации и Совету депутатов городского округа Люберцы. И особенно мне хочется отметить главу Владимира Петровича Ружицкого и первого заместителя руководителя администрации Ирину Геннадьевну Назарьеву. Спасибо им огромное за заботу, поддержку и высокую оценку нашего труда. А вот вы к ним обращаетесь, да, с какими-то проблемами или что? Да, конечно, обращаемся с нашими проблемами и с просьбами. И эти проблемы решаются. Например, в прошлом году мы отмечали юбилей. И в качестве подарка для культурного центра была приобретена звуковая аппаратура и была сшита новая одежда сцены. Это был шикарный подарок. Здорово. А какие еще проблемы существуют в центре? Ну вот меня интересуют не только бытовые проблемы, ну как везде, наверное, есть, но может быть еще какие-то есть проблемы? Сейчас наша главная проблема – это нехватка помещений. 38 клубных формирований, в некоторых коллективах занимается по 150-200 человек, поэтому, конечно, не хватает классов для занятий. И наша сцена, и зрительный зал становится уже маловаты, все зрители не умещаются. И часто отчетные концерты наших творческих коллективов мы проводим либо в Люберецком дворце культуры, либо в дворце спорта «Триумф», чтобы все зрители могли попасть на концертные программы наших коллективов. Ну да, нужно расширяться, да? Да, так что наши проблемы – надо расширяться. А вот все-таки коллективы состоят из людей, да? Вот расскажите пару слов об этих людях. В культурном центре работает коллектив высокопрофессиональных специалистов. Надо отметить, что три человека у нас имеют почетное звание заслуженный работник культуры Московской области, один заслуженный артист России. Многие наши сотрудники отмечены почетными грамотами, благодарностями Министерства культуры Московской области, Московской областной думы, имеют знак главы городского округа Люберцы за доблестный труд. Здорово. Расскажите, пожалуйста, о планах по развитию. Что планируете, какие ближайшие мероприятия? Вот вы сказали «Масленица», да? Ближайшие планы. Да. Ну, это в эту неделю, да, ближайшие, самые ближайшие наши планы «Масленица». Ну, а вот так, если посмотреть подальше? Чем-то, если радовать? Ну, если посмотреть подальше, конечно, будем продолжать работу по укреплению материально-технической базы нашего культурного центра, поскольку это очень важно. Конечно же, будем рассматривать и новые формы культурно-досуговой работы, внедрять новые формы концертов, игровых программ, досуга для семей, для детей, для молодежи. Одно из основных задач культурного центра, я бы сказала, это является сохранение русских народных традиций, русского народного творчества. И в этом сезоне мы подготовили открытие новых двух проектов. Это окружной фестиваль русской народной песни «Играй гармонь» и окружной фестиваль хоровых коллективов и вокальных коллективов русской народной песни «Лесь и песня». А вот в связи с чем такая проблема вообще стала? Сохранение русских традиций, они куда-то уходят? Конечно, со временем традиции уходят, но наша задача сохранять и традиции, и песни, и танцы наших предков, и поэтому мы работаем над этим. Тем более, что очень много людей, которые любят это творчество, интересуются, поэтому, конечно, для них мы будем готовить программы в этом направлении. А когда планируется? Ну, приблизительно, я не говорю дату. Фестивали будут проведены осенью, в этом году, в октябре и в ноябре. А вот что касается маленьких, да, ваших участников, с ними какие планы, проекты, может быть? Или они тоже в этих фестивалях будут принимать участие? У нас возраст не ограничен для участия в фестивалях, могут принимать участие и дети, и взрослые. Для наших маленьких участников у нас ежегодно проводится фестиваль детского и молодежного творчества «Зимняя радуга». В нем принимают участие и коллективы, и отдельные исполнители не только городского округа Люберца, а к нам приезжают и из других городов Московской области. В прошлом году было 500 участников по различным жанрам. Это театральное искусство, вокал, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Я думаю, в этом году тоже будет очень популярен наш фестиваль. Да, но все-таки вот скажите, направление сейчас какое-то есть? Больше любят или петь, или больше вот куда-то идут, а какой-то, допустим, коллектив, он немножко вот меньше, он проседает, получается, какое-то направление? Нет? Я бы сказала, что очень популярна, конечно, сейчас хореография. Хореография? Хореография эстрадная любят, особенно наши красковчане, да, любят танцевать. Это и эстрадный танец, и современные уличные танцы, и даже восточные танцы. У нас представлены все направления, да, и у нас есть и бальный современный танец. Елена, скажите, а вот вам лично бы, что бы хотелось вот такого в центре сделать, чего, может быть, пока нельзя? Может быть, у вас есть какая-то мечта, или вот осуществить какой-то свой проект, вот, если пофантазировать? Ну, самая большая мечта, я бы сказала, уже осуществилась. У нас замечательный культурный центр, у нас проведен ремонт, и когда мы открывали после ремонта культурный центр, наш концерт так и назывался «Мечты сбываются». Здорово. Ну, конечно, у нас много планов, и в перспективе, и я думаю, что-то еще грандиозное, новое, интересное для наших зрителей обязательно будет. Елена, спасибо вам большое. Я желаю вашему центру удачи, творчества и развития. Спасибо. А пока у вас есть пара минут, чтобы обратиться к нашим телезрителям. Я бы хотела завершить свое выступление четверостишием из песни, которая была специально написана на юбилей Красковского культурного центра. Наш культурный центр стал еще лучше. Наш культурный центр, как солнца лучик. Наш культурный центр для вас, для всех он. Наш культурный центр – ваш путь к успеху. Приходите в Красковский культурный центр. Вас ждет здесь удивительный мир искусства и творчества. Спасибо, Елена, за увлекательную беседу. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас была Елена Росса, директора Красковского культурного центра. Меня зовут Мария Лапчева. Смотрите нас в эфире. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok